Всем привет, вы на канале Ботанте, с вами Саня, и в этом видеоролике я расскажу, как снять средства с Google AdSense. Именно сюда приходят ваши средства, если у вас подключена монетизация. По достижению суммы в 100 американских долларов вы можете снять свои средства. А теперь дисклеймер. Данный способ сработал 14 мая 2020 года. В России часто меняются законы, поэтому если вы смотрите это видео через полгода или год с момента его публикации, то проверьте, осталась ли информация актуальна на дату вашего просмотра. И еще один момент. Данный способ не совсем правильный и подходит для небольших сумм, которые будут поступать не часто. Сейчас в правом верхнем углу вы увидите подсказку. Посмотрите это видео, если собираетесь каждый месяц выводить пару сотен долларов. Первое, что нам будет нужно, это банковская карта. Наслушавшись рассказов ютуберов про валютный счет, я отправился в банк открывать новую карту и привезли к ней, собственно, этот самый валютный счет. Там мне начали навязывать международную карту за 700 рублей. На ней еще должно быть не меньше 200 рублей для работы и еще куча всякого спама. Тут стоит сказать, что карта Мир нам не подходит. Нужна карта Виза или Мастеркард, она и является международной. Решил не вникать в тонкости заведения карты Сбербанка, потому что вспомнил, что у меня осталась карта, которую мне выдали в университете, когда я учился в Москве. Счастье оказалось действительно, и как раз Мастеркард. Банки мне сказали, что она не прокатит, но я решил искнуть. Второе, что нам понадобится, это информация о вашей банке и счете. Если у вас подключен Сбербанк онлайн, то эту информацию можно узнать в вашем личном кабинете. Я же решил пойти в банк и взять выписку по своей карте. Сейчас вы видите ее у себя на экране, и тут есть вся информация, которая нам понадобится. Третий шаг, это заполнение данных в Google AdSense. Вообще, вам должен еще пойти вот такой вот конвертик. Здесь, как вы видите, пароль, этот пароль надо ввести в AdSense. И именно он подтверждает, что аккаунт принадлежит именно вам, а не какому-то там левому человеку. В AdSense переходим на вкладку платежи, далее управление способами оплаты. Слева вы видите мой банковский счет, который у меня сейчас подключен. Нам надо выбрать добавить способ оплаты. У нас тут на выбор три варианта. Rapido это электронная система оплаты, чеки это у нас в России не используется, это скорее для США. Нам надо выбрать вот, настроить оплату банковским переводом. Здесь мы видим вот такую вот форму. Итак, идентификатор получателя. Собственно, тут можете ничего вводить, как бы это пожелание, но если вы будете привязывать несколько счетов, там несколько карт, то лучше сюда что-нибудь ввести. Это как бы позволит отличить счета, на которые у вас вводятся средства. Теперь надо ввести владельца банковского счета. Тут нужно ввести именно так, как указано на вашей банковской карточке, то есть один в один. Поэтому просто берем в руки карту, смотрим как там написано и вводим. Теперь название банка. Собственно, переходим вот в эту вкладочку, ссылку на нее я оставлю в описании. И вот здесь вот видите, по-английски написано Сбербанк. Просто копируем и вставляем. Теперь нам надо ввести BIC. Как вы видите, BIC это уникальный идентификатор банка филиала. Он указан на нашей выписке, поэтому смотрим как там написано и вводим так же. Свифт код это код собственно банка для международных переводов Опять вот на этой страничке мы видим вот этот вот Сабер Рум Это универсальный свифт код как бы всех филиалов Сбербанка То есть неважно какой филиал, где находится, просто вот его вводим И этого будет вполне достаточно То есть все будет работать именно с этим кодом, так как он универсальный Номер счета мы берем тоже с выписки, он достаточно длинный Обязательно проверьте несколько раз правильно ли вы ввели данные Потому что если вы ошибетесь хотя бы до одну цифру, средство не поступит на ваш счет Теперь мы его копируем и вставляем вот внизу вот во вторую форму Ну все на этом в принципе, мы можем конечно, вот это все мы конечно пропускаем Банк последний нам это не нужно Можем также установить этот счет в качестве основного Если у вас как бы вы первый раз вводите, то есть единственный счет привязываете То поставьте галочку и нажмите сохранить и все И деньги будут выводиться именно вот на этот счет, который вы ввели здесь Отдельно хотел бы рассказать вот об этой фразе Собственно вы видите, что здесь сказано, что счет должен быть открыт в России И что он должен быть валютным На самом деле это так, то есть если у вас есть валютный счет, это хорошо Но если даже у вас его нету и у вас только рублевый счет, как это было в моем случае То как бы ничего страшного, как выяснилось опытным путем И средство все равно поступит на ваш счет, независимо от того, в какой валюте у вас открыт счет Либо в рублях, либо в валюте, это не важно Я запомнил эту анкету в полночь, а уже в 7.39 утра мне пришло смс о зачислении средств Собственно это зачисление происходит по курсу покупки валюты в Сбербанке То есть это как будто вы пришли в банк с валютой и купили у них рубли Ну а теперь самое приятное На этом у меня все Спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал Ставьте лайки До свидания Продолжение следует...